Житие преподобного отца нашего Никона Игулина Радонежского Преподобный Никон родился в городе Юрьеве, польском, недалеко от обители преподобного Сергия. Он происходил от благочестивых родителей из юного возраста, был воспитан в богопочтении. Еще в ранней молодости он слышал об ангельской жизни преподобного Сергия, подвязавшегося с братью в обители своей близ города Радонежа. Подвиги преподобного Сергия, слава о которых далеко распространялась, приводили в умиление душу Никона, и сердце его горело желанием видеть всего святого мужа, и подражать ему в жизни. С сокрушением сердечным, и проливая обильные слезы, Никон горячо молил Господа Бога. Боже и Господи, царю вечный и благосердный, сподоби меня видеть его святого мужа и последовать ему во всей моей жизни. Да спасусь и я ради, и достоин буду вечных твоих благ, которые ты обещал любящим тебя. И вот скоро он оставляет дом своих родителей и стремится в обитель преподобного Сергия. Достигнув обители, Никон поспешил увидеть самого великого подвижника Сергия, и припав к его стопам, стал усердно молить, чтобы он постриг его в иноческий чин в своей святой обители. Преподобный Сергий видел благоразумие и душевную чистоту отрока и тотчас всем сердцем возлюбил его. Однако, провидя в нем духовными очами будущий светильник божественного света, он не оставил Никона без испытания, но поступил с ним так же, как некогда поступил Ефимий Великий с Савою освященным. Когда тот еще в юношеском возрасте пришел к нему, он не принял Саву в свою обитель и отослал его в далекий монастырь к спостеннику своему преподобному феоктисту. Так и преподобный Сергий отослал юного отрока на учения к ученику своему Афанасию Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря, мужу, славившемуся добродетельной жизнью и искусившемуся в иноческих подвигах. — Иди без всякого размышления, — сказала нотроку, — и, если угодно, ты примешь там на себя иноческий образ. Со смирением принял неком такое повеление от преподобного. Горя любовью к Богу и стремясь оделаться иноком, он с поспешностью отправился к блаженному Афанасию. Когда он достиг обители его, то, смиренно подойдя к келье, Афанасия тихо постучала в дверь. Афанасий, предварив немного оконца, спросил его, — Чего ты хочешь и кого ищешь? Старец любил безмолвие и нечасто выходил из своей кельи. Отрок, поклонившись ему до земли, отвечал. — Великий Афа, блаженный Сергий прислал меня к тебе, дабы ты облег меня в иноческий чин. На сие старец, не глядя на него, со строгостью сказал, — Ты не можешь быть иноком. Иночество дело великое, и ты молод, а правила старцев суровы. Отрок ответил, — Отче, не все люди одинаковые. Ты только прими меня, а время покажет, могу ли я переносить трудности иноческого жития. Но старец продолжал. Многие приходили сюда, но обленивались и, не выдержав трудности, постничество и воздержание, отбегали. И тебе я говорю, что ты не сможешь пребывать здесь. Иди в другое место и предавайся посту. Слышав сие слова, отрок, горя в душе божественным огнем, со слезами обещал старцу терпеливо переносить всякую скорбь. Старец, видя обильные слезы отрока и его горячее стремление к иночеству, ввел его в свою келью и обратился к нему с наставлением. Не оскорбляйся, чадо, тем, что я тебе сказал. Подвиг иноческий – дело великое. Инаки называются добровольными мучениками, а мучение их сугубое. Многие мученики, кратковременно пострадав, приняли кончину. Иноки же в течение всей своей жизни претерпевают страдания и, хотя не принимают ран от мучителей, однако, обуреваемые плотью и воюя с врагами мысленными, страждут до последнего издыхания. Посему, сын мой, если ты хочешь работать Господу, то приуготовь свою душу, дабы ты мог с терпением переносить все искушения и страдания, причиняемые врагами. Отрок же припал к ногам старца и едва мог проговорить – смилуйся надо мной. Тогда старец поднял его и сказал – встань, чадо, Господь наставит тебя на путь заповедей своих. Все сие изрек я тебе потому, что сам я человек грешный, хотя и взял на себя устроение дело Божье. Ныне желание твое исполнится. Сказав сие, старец сотворил молитву и облег Никона в яноческий образ. Афанасий наставлял юного инока добродетелям и поучал его переносить все страдания, ведущие к Богу, стараясь исполнить душу его мужеством и крепостью, являясь ему во всем примером. Никон же, упражняясь под руководством его в молитвах, преуспевал в добродетелях, в подвигах поста, в неусыпном бдении над собою. Он хранил чистоту, смирение, кротость и получался усердно в божественном писании. Видя такое прилежание отрока, Афанасий возымел о нем отеческое попечение и, побуждая его к дальнейшим подвигам, содействовал его постепенному иноческому совершенствованию. Когда Никон достиг совершенного возраста, то, по желанию Афанасия и всей братьи, почтен был саном священства, как достойный быть предстоятелем пред Богом. Доблестный же Никон, по принятии священства, сподобившись сугубой благодати, стал проявлять еще более усердие к подвигам благочестия. Пробыв несколько времени в обители, Никон снова возгорелся неудержимым желанием видеть великого старца и подвижника преподобного Сергия, дабы получить от него благословение и получить от него богомудрое наставление. С горячей мольбой обратился Никон к Афанасию, дабы он, помолившись о нем, отпустил его с миром из обителей. Афанасий не удерживал Никона и, молитвенно напутствовав, отпустил его от себя. Придя в лавру преподобного Сергия и увидев богоносного отца, Никон с горячими слезами припал к стопам его и просил у него благословения. Преподобный не только с радостью принял его, как посетителя, но и оставил в своей обители. После чего преподобный повелел Никону со всяким прилежанием служить в братья его обители, и Никон со всем усердием выполнил посложенное на него послушание, неустанно упражняясь в молитве и бдении. За такие подвиги и благочестивое житие преподобный Сергий оказал Никону особенную любовь и доверие и повелел ему пребывать в одной келье с собою. Здесь, в беседе с богомудрым наставником, преподобный Никон нашел для себя высшее училище духовного любомудрия и в близком примере святого новое поощрение к подвигам добродетелей. В его же прозорливом руководстве и сильной молитве Никон обретал силу, как рождению от искушений, укрепление против немощи и райское утешение в общении сей молитвы. Любвеобильное сердце Сергия было для Никона отверстию дверью, откуда Никона к Сергию было также отверстию дверью для открытия своему отцу всех помыслов и намерений, дабы никакая мгла сомнения или смущения не оврачала чистоты его совести. Ну вот, подобно дереву, насажденному при источнике водном, Никон с верою воспринимая все наставления по учению учителя, в делах своих показал обильные плоды добродетелей. Мудрый наставник преподобный Сергий, внутренними очами прозревая имеющую воссиять в Никоне пресветлую благодать, пожелал поставить его настоятелем обители вместо себя. Первоначально Сергий возложил на Никона часть своих попечений о братьях, поставив его как бы вторым посленастоятелем. Это новое служение Никон проходил со всем вниманием и бдительностью, постоянно храня неусыпные попечения о уверенной ему братьях, относясь к каждому с любовью и отеческой заботливостью. Найдя в Никоне столь искусного руководителя братья, Сергий радовался духом и, наконец, за шесть месяцев до своего представления призвал Никона и перед всеми вручил ему, как искусному вождю, попечение о монастыре и о братьи. Никон, хотя и не желал принимать на себя трудных обязанностей руководительства всей лаврою, но не осмелился ослушаться своего наставника и со смирением, как послушный сын повиновался по велению его. В скором времени преподобный Сергий отошел ко Господу. Великою скорбью болело сердце верного ученика его. Сокрушаясь и проливая обильные слезы, он обращался к святому, как бы к живому, говоря, отошел ты, преподобный отче, вся моя надежда, в ком найду я после Бога прибежище и где найду утешение. И припав к кадру святого и обнимая его честные мощи, он желал лучше быть погребенным вместе с учителем своим, чем разлучаться с ним. С великим плачем и рыданием, предав святое тело своего учителя по гребению, Никон принял после него начальство над лаврою. Он положил с точностью выполнять все, что учредил и заповедал великий основатель обители Сергий, и, разделяя труды с братьями ее, как настоятель обители, имел попечение и заботливость о каждом. Преуспевающих в служении Господу, он попуждал в дне ослаблять своих подвигов, нерадивых же и ленивых со скорбью поучал, не забывать, что они отверглись мира и заботясь о спасении своем, не должны предаваться мирским заботам, дабы не утратить вечной награды. Он имел обыкновение обходить все места обители, где трудились иноки, поощряя и увещевая, с терпением переносив труд, причем сам являлся образцом для братьев, принимая участие в общих трудах. Своей кротостью, своей отеческой заботливостью о братьи, мудростью в управлении советов, Никон не только приобрел уважение и любовь к братьям, но слава о нем распространилась далеко за стены Сергиевой обители, и имя Никона, как освящение некое, прославлялось повсюду, по городам и весям. К нему шли многие благоговейные и именитые люди за наставлениями ради душевной пользы, и всех он принимал с отеческим благорасположением, являясь великим врачом духовным. Но Никон, любивший больше всего безмолвие и молитву в уединении, не прельщался с ею славою человечествою и сильно тяготился ею. И вот с мыслью, что желающему творить волю Божию, прежде всего, нужно презирать и ненавидеть все соблазны мира. Никон стал уклоняться от начальствования над своей паствой, и, наконец, заключился в уединенную келью. Братья сильно скорбели о сем, и, не желая, чтобы он покинул и оставил их без своего руководства, со слезами просили его не оставлять их, как овец без пастыря. Но он оставался непреклонным в своем решении, прося братью не сокрушать его сердце своими мольбами. Видя столь непреклонное желание Никона, братья не стали удерживать его, зная, что он уклоняется от бремени начальствования не ради телесного покоя, но стремясь к высшим подвигам и богомысленному безмолвию. Не имея возможности оставаться без начальника, братья избрали одного из учеников Никона по имени Савву, мужа, сиявшего добродетельной жизнью, и с благословения Никона поставили его игуменом над собою. Шесть лет пребывал в безмолвии Никон, пока паствуя управлял Савва, пася ее с усердием и с помостбующей молитвами блаженного Сергия. Тогда братья, как беда преподобному Никону отдохнуть от дел управления и насладиться вожделенным ему безмолвием, опять пришли к нему и со слезами умоляли и убеждали его снова принять ее под свое руководство. Видя, что Никон и теперь намерен уклониться от начальствования и власти, говорили ему, не подобаясь тебе, отче, искать пользу себе одному, попекись и о спасении ближних. Это неотступная просьба иноков, и любовь их заставили Никона расстаться с любимым уединением, и он уступил желаниям братья, но с тем условием, чтобы они уступили ему из каждого дня некоторую часть для уединенных подвигов и молитвы. Тихо и богоугодно текла жизнь во святой обители. Никон же неустанно пребывал в молитвенном денье, поучаясь в Слове Божьем и отеческих творениях. Но вот распространился слух о нашествии на землю русскую и диких полчиц вирепого Эдегея. Приближение татарских орд приводило в ужас и трепет всю землю русскую. Подобный Никон, горячо молясь об избавлении от злого врага, призывал в молитвах великого основателя сей обители, преподобного Сергия, чтобы он простер свою молитву пред престолом младыки всех Христа, да не предаст он запустению силы святой обители от руки нечестивых агорян, и да не поколеблет веру немощных торжество неверных. И вот однажды ночью Никон сел, чтобы отдохнуть после молитвенных трудов, и был в полудремоте или тонком сне. Вдруг видит он вошедшие к нему келью святителей Петра и Алексия в сопровождении преподобного Сергия, который, обратившись к нему, сказал «Так угодно Господу, чтобы случилось ей нашествие на племенников и коснулось его места. Но ты, чадо, не скорби, мужайся и докрепится сердце твое. Искушение будет непродолжительно, и обитель не запустеет, а распространится еще более». Затем, преподав Никону мир, и благословения святые стали невидимы. Никон пришед в себя быстро встал и подошел к дверям своей кельи, но вошел, но нашел их запертыми. Он отпер их, вышел и увидел святых, удалявшихся от его кельи к церкви. Тогда понял он, что сие было не сон, а истинное видение. С покорностью воли Божией Никон ожидал исполнения предсказаний. Вскоре варвары, наводнившие своими полчищами землю русскую, достигли обители преподобного Сергия и предали все в нем разорение к огню. Преподобный Никон и братья, предваренные небесным извещением, заблаговременно удалились из обителей. И захватили с собой некоторые святыни и келейные вещи. Так спасены были некоторые книги и утварь преподобного Сергия, доселе уцелевшие. Поминовение опасности Никон и братья возвратились на попелище святой обители. Монастырь был сожжен дотла, и святое место осквернено неверными. Но Никон не предался печали и унынию, и не ослабел от подбивов. Подобно тому, когда доблестный воин при первом поражении от врага не бежит, но мужественно собирает силы и одерживает победу, так и он начал со спокойной твердостью трудиться над устроением обители. Он собрал сперва растеявшуюся братью и трудился с ней над монастырскими постройками. Не менее чем три года построены были здания, необходимые для иноческого общежития, для молитв же общих. Первоначально собирались, вероятно, в трапезную храмину. В то же время Никон поспешает постройкой деревянного храма во имя живоначальной Троицы, который и был освящен в 1411 году, 25 сентября, по старому стилю, день представления преподобного Сергия. Когда слух о возвращении преподобного Никона и восстановлении обители распространился по окрестным местам, к нему отовсюду стали собираться во множестве иноки и миряне. Никон всех принимал с отеческим расположением и, как добрый пастырь, никого не оставлял без своего попечения, наставляя каждого в полезных учениях, просвещая их душу и предлагая им правила для устроения своего жития. Монастырь возрождался на своем попелище и распространялся более и более. Как попечительный начальник преподобный Никон не оставлял своих забот и благоукрашений обители, заключительным подвигом его в этом отношении было построение каменного храма над гробом своего учителя Сергия во имя живоначальной троицы. При самом начале работ, при копании рвов для каменного храма, совершилось обретение прославления нетленных мощей преподобного Сергия. Сие открытие мощей великого учителя Никон принял, как радостный венец и сладостную награду за свои труды и терпения. При общем ликовании святые мощи преподобного были положены в новую раку и на время были поставлены в деревянном храме. Как место покоя для мощей великого Сергия новый храм устроялся и украшался с благоговейной любовью и с усердными молитвами. Для созидания сего храма Никон собрал мудрых зодчих и искусных каменотесов, которые с Божью помощью быстро окончили его построение. Новый храм был освящен и при его освящении были перенесены и помещены в нем святые мощи преподобного Сергия. Как дело святых и покоящее Сергия, неразрушаемый веками, сей прекрасный храм освящает и ныне молящихся в нем, и руки нечестивых врагов не прикасались к нему. Никон заботился и о внутреннем украшении храма и расписании стен его живописью. Для сего труда им были приглашены два инокопостника, славившиеся добродетельную жизнью, Даниил и Андрей, искусные в иконописании. Их щаньем и под их руководством храм был благолепно украшен иконописью. Когда Никон увидел, что украшение храма расписанием окончено, то с великою радостью возблагодарил Бога. «Благодарю Тебе, Господи, — говорил он, — и славлю пресвятое имя Твое за то, что не презрел мое прошение, но даровал мне недостойному видеть вся сие моими очами. В сие время Никон уже достиг глубокой старости, но ревность и бодрость духа не оставляли его, и немощь телесная не оставляла островости его подвигов. Достигнул совершенства в подвигах, он обладал всеми видами того богатства, которым человек богатеет от Бога. Он как бы горел неудержимым стремлением к жизни по Боге. Пищей для него было воздержание, богатством — нестяжательность. Его старческое тело было прикрыто одним только влосяным рубищем. Наконец преподобный Никон уже приблизился и к своей кончине. Отчасти старость, а также великие постнические подвиги и продолжительные многие болезни изнурили его тело, и он изнемог в своих силах. Предузнав близость своего отшествия ко Господу, Никон велел призвать к себе братью, в то время как они окружали его одр, стоя со слезами, преподобный, приподнявшись, немного обратился к ним с последним словом назидания. Он завещал соблюдать установленные в обители чин молитвы дневной ночной, нечасто выходить из обители, хранить терпение в искушениях, соблюдать повиновения начальствующим в обители, ненавидеть праздность, гнездо пороков, любить же трудолюбие, соединяя его с пением священных псалмов, с радостью хранить безмолвие, как матерь добродетелей, ведущему к совершенству. Присоединяя к всему наставления о человеколюбии, он завещал братья. Если возможно, не отпускайте никого от себя с пустыми руками, дабы незаметно не оказать презрения самому Господу Иисусу Христу, явившемуся вам под образом просящего. Водорствуйте и непрестанно молитесь, дабы Господь вас сохранил, невредимыми от врага, и высоблюли бы обет целомудрие послушание согласно с моими увещаниями. Окончив свои наставления к братьям и хранить все завещанные им правила, Никон умолк. И вот в видении еще до разлучения души с телом, ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Ясно не открывая о том братье по своему смирению, Никон в предсмертном изнеможении неожиданно сказал. «Отнесите меня в ту светлую храмину, которая мне уготована по молитвам отца моего. Не хочу более здесь оставаться». Сказав сие, Никон приобщился при чистых тайн тела и крови Христовых, после всего предупреждая братьев о приближении кончины своей, он произнес «Вот я, братья, разрешаюсь от союза телесного и отхожу ко Христу», преподав им последнее благословение со словами, обращенными к самому себе, и зыди, душа моя, туда, где тебя уготовано пребывать, гряди с радостью, Христос призывает тебя. Никон, осенив себе напоследок крестным знаменем, с молитвою предал свою честную и трудолюбивую душу Господу. Это было по старому стилю 17 ноября 1428 года. Никон пробыл в настоятельстве тридцать шесть лет, не нарушая ни в чем подвига иноческого, богоугодно пася врученную ему Христом паству и научив ее высшим подвигам добродетели. Братья много сетовали, проливая слезы о разлучении со своим отцом и учителем. Проводив его с пением псалмов и надгробными песнопениями, братья с почестями, как подобая чтимому отцу, предали его честное тело земле, положив его близ реки Раки преподобного Сергия, где и до ныне совершается память, над ними во славу святые троицы, отца и сына и святого духа. За свои великие подвиги и святую жизнь преподобный Никон был достоин от Господа еще при жизни дара прозрения и после кончины дара чудотворений. Из многих чудес преподобного упоминаем здесь о некоторых. Однажды Никон намерен был послать некоего из своих иноков по имени Акакия в одно из сел, принадлежавших обители святого Сергия. Не желаясь ему повиноваться, Акакий сказал, «Я не для того отрекся от мира, чтобы обходить города и села». Преподобный долго умолял Акакия, но он ни за что не хотел исполнить приказание своего игумена. Тогда преподобный предрек, «Смотри, Акакий, как бы тебе по своей воле не пришлось быть там, и тогда получишь воздаяние за свое непослушание». Вскоре после того преподобный Никон приставился к Господу, Акакий же предал забвению все, что было предсказано ему святым отцом, и отправился в то самое селение, куда посылал его преподобный Никон. И вот его внезапно постиг там суд Божий, предсказанный святым. Он впал в иступление ума, так что братья привели его обратно в монастырь. Здесь явился ему святой Никон и, держа в руках жезл, сукаризною сказал ему, «Акакий, разве ты для этого отрекся от мира, чтобы обходить города и села?» Тогда Акакий охватил великий страх, и он начал неистово кричать. В таком тяжелом состоянии он находился несколько дней, пребывая у раки преподобных Сергия Никона и с плачем, молясь об отпущении своего согрешения, братья точно так же усердно молились за него, и тогда по благодати Христовой и по молитвам святых Акакий получил отпущение в своем согрешении и исцелился. Обо всем этом он сам со слезами рассказывал многим, вопрошавшим его. В своей земной жизни преподобные Сергий и Никон особенно близки были друг к другу. Эта взаимная близость не оставляет их и в жизни вечной, ибо любовь святых, как любовь божественная, не подлежит закону времени. Оба вместе они неоднократно являлись и совокупно чудодействовали. Один из жителей Москвы по имени Симеон, родившийся по предсказанию святого, заболел столь сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал как мертвый на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью стал призывать к себе в помощь святого Сергия. Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от сей болезни. Еще при жизни твоей ты был так милостив к моим родителям и предрек им мое рождение. Не забудь меня, страждущего в столь тяжкой болезни. Вдруг пред ним предстали два старца. Один из них был Никон. Болящий узнал его, потому что лично знал сего святого еще во время его жизни. Тогда он понял, что второй изъявившийся был сам преподобный Сергий. Дивный старец ознаменовал болящего крестом, после сего велел Никону взять икону, стоявшую у одра. Она была некогда подарена Симеону самим Никоном. Затем больному показалось, что вся кожа его отстала от тела, после сего святые стали невидимы. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем одре и уже никто более его не поддерживал. Тогда понял он, что не кожа сошла у него, а болезнь оставила его. Велика была радость. Встав, он начал горячо благодарить святого Сергия и преподобного Никона за свое неожиданное и столь дивное исцеление. Особенно много чудес было совершено преподобным и Сергиям Никоном во время осады Троицкого монастыря поляками под предводительством Лисовского Исапеи, когда святой обители пришлось испытать множество бедствий от врагов. Никон вместе с преподобным Сергием нередко являлись не только осажденным, ободрая и укрепляя их надеждою на помощь Божию, но и врагам, осаждавшим Лавру, устрашая, угрожая им гневом Божиим. Многие из осаждавших и их военачальники видели, как по монастырским стенам ходили два святозарных старца, наподобие Сергия и Никона. Один кодил стены кодильницею, а другой кропил их святою водою. Однажды, когда еще продолжалась осада монастыря, врагами и среди осажденных появились от голода и всяких лишений болезни, Никон явился во сне Пономарю и Иринарху и сказал ему, — Скажи всем страждущим от болезни, что всю ночь выпадет снег, и пусть все, кто желает исцелиться от болезней, натираются этим снегом. Иринарх с трепетом проснулся, наутро рассказал окружавшим о том, что поведал ему чудотворец Никон. И действительно, ночью выпал снег, и кто с верою натирался этим снегом, тот делался здоровым. Вот и еще случай из недавних времен, 1846 год. В монастырской больнице жестоко страдал от нервной горячки пресофорный послушник Авриил. Несколько дней он был без памяти и думали, что он не перенесет болезни. Всю ночь на память преподобного Никона видит он, что душа его как бы разлучается от тела и устремляется в какую-то бездну. Мысленно стал он молить преподобного Сергия Никона о возвращении к жизни, чтобы покаянием приготовиться к вечности. А лежал он все время, как видели другие, без памяти и движения. Вдруг видит, как бы двери отворились, входят два светоносные мужа, старцы, один с жезлом, всем он признал преподобного Сергия, а в другом преподобного Никона. Преподобный Сергий, указывая жезлом преподобному Никону на болящего, говорит «Помоги». Преподобный Никон подошел к самим приближениям, наполнил больного силою и радостью. Больной приподнялся, перекрестился и преподобные исчезли, стали невидимы. Гавриил пришел в память, болезнь миновалась, осталась только слабость. Память преподобного Никона 30 ноября по новому стилю Преподобный Никон, игумен радонежский, моли Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин